У микрофона Сергей Добрынин. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главная тема этого выпуска. Нечего предложить избирателям и жителям нашей страны, поэтому единственный жизнеспособный вариант для них – это просто бороться со всеми, кто является их оппонентами. Чем ближе выборы, тем более изощренные способы придумывают российские власти, чтобы не допустить к ним оппозиционных кандидатов. Армия поменялась очень сильно. Ну, если можно так сказать, если это не будет каким-то крышем, это сплошная показуха. Все больше офицеров и солдат, разочаровавшись в армии, мечтают покинуть вооруженные силы России. Сделать это очень сложно. Документы месяцами путешествуют по инстанциям. Для стыковки с МКС не так много топлива осталось, поэтому нужно это сделать с первого раза. Модуль «Наука» продолжает полет к Международной космической станции. Вчера для него освободили стыковочное место. Значит, есть надежда, что крупнейший за долгие годы российский космический проект закончится успехом. До единого дня голосования остается меньше двух месяцев. Оппозиционные кандидаты, как независимые, так и системные, сталкиваются со все большим давлением властей. Порой для того, чтобы обеспечить победу кандидатам от «Единой России», властям приходится прибегать к экзотическим методам. Например, на выборах в Заксобрание Петербурга по второму избирательному округу будут участвовать сразу трое Борисов Вишневских. Это правозащитник, глава местного «Яблока» Борис Лазаревич Вишневский и еще два самовыдвиженца. По данным новой газеты, они специально к выборам сменили имена и фамилии. А вот бывшую главу штаба Навального в Бурманске Виолетту Грудину по решению суда отправили на принудительное лечение в ковидный госпиталь. Грудина действительно переболела коронавирусной инфекцией в июне, но давно поправилась и получила несколько отрицательных ПЦР-тестов. Несмотря на это, против Грудиной было возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. По решению суда ее отправили на принудительное лечение в госпиталь. Подать документы в движение Грудина может только через главного врача. В ТИК они так и не поступили. В знак протеста Виолетта Грудина объявила голодовку. О своем положении она рассказала корреспонденту «Радио Свобода» Ивану Воронину. Меня зовут Виолетта Грудина. Я кандидат в депутаты горсовета Мурманска. И сейчас нахожусь по решению о принудительной госпитализации в ковидном госпитале. Ваша голодовка. После каких событий вы приняли такое решение? Почему? И в чем сейчас сложности с вашим выдвижением? Я отмечу, что это уникальный случай в нашей стране. Он не относится ни к локальным или каким-то специфичным региональным вопросам. Когда кандидат болен, а по мнению Роспотребнадзора я больна ковидом, которого у меня нет. И ни одного теста за две недели мы не сделали. Я была вынуждена объявить голодовку в связи с тем, что мои документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты горсовета главный врач ОМОДов не передал в территориальную избирательную комиссию. Не передал моему доверенному лицу, либо не вернул же мне обратно. То есть он действительно пошел и понес документы с дверком, но не мои, а свои. И зарегистрировался сам в качестве кандидата. Поэтому я требую, чтобы мои документы наконец-то в соответствии с законом были переданы, потому что иного другого способа у меня нет. Мои подписи, оставленные в документах, должны быть лично заверены главным врачом больницы. Такая специфика, потому что я нахожусь в лечебном учреждении. Напомните, пожалуйста, вашу историю с госпитализацией, потому что, насколько я помню, у вас там были отрицательные тесты. Каким образом власти перевернули эту ситуацию? Ситуация довольно уже долгая. То есть в скором моменте уже будет два месяца, как я должна болеть коронавирусом. Но это просто уму непостижимо. Как я и говорила изначально, вся эта история придумала только для того, чтобы я не успела подать документы на выдвижение. Что касается, почему я здесь нахожусь. Да, действительно, я переболела коронавирусом, я этого не скрываю. И через 16 дней после самоизоляции я вышла из дома. Только после этого ко мне начали приходить полицейские. Потом ко мне в квартиру пытались вломиться сотрудники Роспотребнадзора. И принудители меня 9 июля тут же госпитализировать. Каждый день приезжали медики, делали свои замеры. А как и до госпитализации я была абсолютно здоровым человеком, пусть и переболевшим. Так и сейчас я, помимо голодовки, конечно, чувствую себя хорошо. У меня отличные показатели, как у космоматов. В чем проблема с вашим выдвижением? То есть вы физически можете подать документы? Вот такой мой первый вопрос. Второе, получается, что у вас подходит срок к концу уже, да? Какой срок назначен у вас? И вообще какие условия для вашего движения? Там сбор подписей, как само выдвижение, или как это должно было происходить? Регистрация кандидата заканчивается 9 августа. Все две недели впереди. И у администрации больницы есть возможность передать документы. В соответствии с законом. То есть никаких иных просьб или требований вне их компетенции я не выдвигаю. Дело в том, что действительно по закону кандидат, который находится на извлечении, и он болен. В его подписи, оставленном там в заявлении и документах о выдвижении, необходимо удостоверить главному врачу, либо его заместителю. Но если даже вы поинтересуетесь, можете позвонить главному врачу или его заместителю, они бегают от прессы, они скрываются от меня, они игнорируют мои заявления любые, связанные не только с выдвижением, но и о состоянии моего здоровья. И о совершающихся преступлениях в отношении меня. То есть тут украли мои передачки. Администрация больницы извещена в письменном порядке от меня, что я со вчерашнего утра, с 7 утра, объявила голодовку. То есть я уже больше суток не принимаю в пищу ничего, кроме кандидат. Ответным решением было не выполнение моих требований, а то, что теперь еду мне стали носить в палату. И я считаю это издевательствами, даже пытками, потому что человек, который находится на голодовке, ему приносят эту еду. Но вот это невыносимо. И жалко, конечно, весь медицинский персонал, младший медицинский персонал, который втянут во всю эту историю и вынужден быть соучастниками. Что сказано в решении суда? Там говорится о том, что мне необходимо находиться в больнице до тех пор, пока не придет отрицательный тест на коронавирус. Тесты не делаются. Нужно предполагать, что, скорее всего, держать меня будут до конца регистрации кандидатов, чтобы я не смогла подать эти документы. Как вы сейчас чувствуете? И правильно ли я понимаю, что вы уходите без маски, без всего, потому что вы уже переболели, у вас антитела, и, соответственно, вы полагаете, что... Да, конечно. Сейчас мое состояние нормальное, скажем так. Голодать – это неприятно. Неприятно только вдвойне, что тебя мучают. Вот, помимо игнорирования твоих требований, так еще и вот этими посылками из столовой. Это довольно тяжело морально, вот, но чувствую себя нормально. Корреспондент «Радио Свободы» Иван Воронин говорил с бывшей главой штаба Навального в Мурманске Виолетты Грудиной о ее принудительном лечении и голодовке. Кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко вызвали в полицию для составления протокола по статье о распространении экстремистских материалов. За два дня до этого Бондаренко снял ставший вирусным ролик с главой ЦИК Элой Памфиловой. Он поговорил с ней после заседания ЦИК, на котором с выборов сняли кандидата от Коммунистической партии Павла Гурдинина. Памфилова на видео заявляет, что гордится своей работой, цель которой, по ее словам, сделать так, чтобы Россию не раздербанили. Теперь и сам Бондаренко может лишиться возможности участвовать в выборах. Об этом он рассказал моему коллеге Марку Крутову. Расскажите, как все это происходило. 24 июля в субботу вы были на заседании Центра избиркома по итогам которого сняли с выборов Павла Гурдинина. На нем вы записали видео с Эллой Памфиловой, которая стала поводом для сотен насмешек на дней в соцсетях и стала вирусным в интернете. И уже на следующий день получили сами вызов в полицию по делу об экстремизме. Что это за дело и, на ваш взгляд, связаны ли эти события между собой? Да ну, конечно, однозначно связаны. И речь идет не только в вопросе Павла Николаевича или проблеме, которую озвучили мне. Мы видим системную, абсолютно целенаправленную политику власти по давлению, репрессиям, политическим расправам в отношении критиков власти и борьба просто с инакомыслием. Мы видим, как власть боится и пытается избежать конкуренции, потому что позиция, которая сегодня у них имеется, она исчерпала любую поддержку, любые лимиты доверия. Им нечего предложить избирателям и жителям нашей страны. Поэтому единственный жизнеспособный вариант для них – это просто бороться со всеми, кто является их оппонентами. Поэтому вот эти нападки в отношении, в частности, меня, о чем вы сказали, они не выдерживают никакой критики. Снять меня под какими-то экстремистскими предлогами, да еще и за псевдо-события десятилетней давности, аж 2011 года, в разговоре с сотрудниками правоохранительных органов, я уточнял. И это действительно ситуация, как они мне заявили, более десяти лет со событием этим. Собственно, они вменяют мне распространение экстремистских материалов, что якобы в 2011 году в одной из социальных сетей я разместил манифест Единой России. Но даже если встать на сторону правоохранительных органов, даже если взять это за правду, в чем я очень сильно сомневаюсь, потому что у меня нет таких видеороликов, и я не размещал никакие манифесты Единой России. Тем не менее, на тот момент это не являлось чем-то запрещенным. Есть 54-я статья Конституции, которая говорит о том, что закон обратной силы не имеет, и если этот манифест Единой России, эти обещания партии власти 2002 года внесли в список экстремистских материалов, но это было лишь в 2013 году, если не ошибаюсь. То есть на момент вот этих псевдо-преступлений, правонарушений, которые они не вменяют, это не являлось нарушением закона. Но еще раз говорю, я никаких преступлений не совершал, я никакие экстремистские материалы не распространял. И очевидно позиции власти, что статья 20.29, которую они не вменяют, помимо административного ареста и штрафов, говорит о поражении в избирательных правах, говорит о лишении пассивного избирательного права быть избранным на выборах любого уровня. Какая сейчас ситуация? Вы в полицию уже сходили? Дело возбуждено административно или как? Дело возбуждено, об этом мне заявили сотрудники правоохранительных органов. Они заявили о том, что это расследование, оно, собственно, закончено, и вот есть финальная стадия меня с этим ознакомить и выписать на меня протокол. Однако я заявил сотрудникам полиции, что у меня есть более важные дела, что у меня идет избирательная кампания, что я встречаюсь с избирателями, что у меня идет выпуск постоянного агитационного материала, работает штаб, и у меня есть более важные дела, которыми я сейчас должен заниматься. Вы согласны со словами Памфиловой, которые она вам сказала о том, что враги России хотят ее раздербанить? Кто хочет раздербанить Россию? Враги России сидят во власти нашей страны. Враги России сидят на всех ключевых постах нашей страны. И враги России каждый день все свои силы и таланты прилагают к тому, чтобы нашу страну похоронить. Мы видим, как на протяжении последних восьми лет системно падают доходы граждан. Мы видим, как на протяжении двадцати с лишним лет власть не приняла ни одного хорошего положительного закона. Мы видим, как наша страна вымирает рекордными темпами, как все национальные богатства отдались кучке негодяям, в интересах которых, собственно, вся эта система работает. И между тем мы видим, как эти самые негодяи пытаются перекинуть стрелки и нарисовать нам образ внешнего врага, чтобы просто уйти от ответственности личной, персональной. Вы не раз публично высказывались в поддержку Алексея Навального, который уже более полугода находится в тюрьме. Есть ли у вас какие-то проблемы в КПРФ из-за поддержки Навального? И многие ли с вами не согласны в партии? Я считаю Навального политическим заключенным. Считаю, что он находится за решеткой исключительно из-за своей политической позиции несогласия с властью. Я не согласен с Навальным в части, что мы должны ограничиться косметическим ремонтом. И считаю, что в России необходимо коренное системное изменение всей социально-экономической формации. И борьба с коррупцией, как бы она ни была важна, ее здесь, к сожалению, будет недостаточно. Необходимо провести реформы, пересмотреть токи приватизации, налоговые преобразования и так далее. Однако, однако, на сегодняшний момент я желаю Навального скорейшего освобождения, считая его дело политически мотивированным. И внутри партии по этому поводу у меня нет никаких дискуссий, никаких проблем, мне никто не высказывает какие-то претензии. Я убежден, что моя позиция правильная. Марк Крутов говорил с кандидатом в депутаты Госдумы от КПРФ о его возможном снятии с выборов. Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами. Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое. «Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачашникова и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей. Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права. Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов. Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона Сергей Добрынин. В России планируют повысить зарплаты военнослужащим по контракту, а также увеличить их число до 500 тысяч человек. По данным Минобороны, по итогам 2020 года количество контрактников увеличилось на 30 тысяч человек. И сейчас их почти в два раза больше, чем призывников. Министр обороны Сергей Шойгу назвал российскую армию «самой современной». В то же время СМИ регулярно рассказывают о российских контрактниках, которые хотят уйти со службы. Среди причин низкие зарплаты, хамство, неуважительные отношения в коллективе и полная деградация армии как института. Один из таких офицеров – 24-летний петербуржец Иван Колесник. Отучившись в военном вузе и увидев армию изнутри, Колесник решил уволиться с военной службы. Его рапорт рассматривают с марта, неофициально угрожая уголовным делом. Корреспондент «Радил свободу» Любовь Чижова расспросила Колесника о причинах разочарования в армии. Игорь, прежде всего, расскажите нам, пожалуйста, почему вы решили стать военным. Я решил стать военным. Это был 2015 год. У меня был пример для подражания. Многие мои родственники пошли по этой же дороге. И я всегда считал, что это престижная профессия, мужская профессия. Поэтому я даже не задумывался как-то об этом. Поступил с желанием отучиться на офицера. Стать профессиональным офицером. Хорошим, грамотным. И, в принципе, это желание у меня сохранялось где-то до конца четвертого, начала пятого курса. Не могу сказать, что я был отличником. Я учился на четверке-пятерке. При этом выступал на различных дополнительных, так называемых, олимпиадах по военной истории. Соответственно, занимался спортом. Но без этого никак в военном учебном заведении. Вы сказали, что на четвертом-пятом курсе ваше желание стать военным как-то несколько ослабило. А с чем это было связано? Про низкую заработную плату и прочее. Это все более такие общие черты. То, что вот сейчас характеризует армию. Но, в принципе, за вот эти вот шесть лет моего пребывания в вооруженных силах, армия поменялась очень сильно. Ну, если можно так сказать. Если это не будет каким-то крышем, это сплошная показуха, по сути. То бишь, даже после того, как я уже выпустился из высшего учебного заведения, я столкнулся с тем, что, по большому счету, боевой подготовки, то есть обучение личного состава, тем профессиональным навыкам, которые им будут необходимы в той или иной ситуации, боевая подготовка не проводится практически. Она проводится только на фотоотчет. И вместо того, чтобы заниматься личным составом, заниматься боевой подготовкой, и командиры, в том числе и я, должны заниматься бюрократической вот этой вот работой. То есть это постоянные бумажки, выполнение каких-то задач, которые к боевой подготовке не имеют никакого отношения. С дедовщиной вы сталкивались, вот как офицер? Нет, дедовщины сейчас нету в армии. Эта тема была актуальна когда-то. Но сейчас с этим очень сильно борются. Вы, собственно, упоминали в своих письмах в редакцию про унижение со стороны старших по званию. Вот в чем это выражалось и пытались ли как-то этому противостоять? Унижение, наверное, немножко много приукрашено, но как бы это объяснить? Молодой офицер, когда приходят войска, я не знаю, как в других частях, но в моей части это действительно есть. Молодой офицер, когда приходят войска, поддержки со стороны старших офицеров он не получает абсолютно никакой. Он получает только постоянные упреки в свой адрес. Его ругают, причем ругают некорректно. То есть бывает, я лично сам с этим сталкивался и видел, как в такую ситуацию попадают другие офицеры молодые, которые недавно совсем выпустились. Их ругают при личном составе. На самом деле я знал, куда шел, но не знал, что это настолько все анекдотично. И то, что настолько вот эти все стереотипы про армию, они не просто совпадают с реальной жизнью в армии, даже больше, чем во всех этих анекдотах и стереотипах. Вы решили по-честному отслужить вот эти пять лет по контракту и уволиться, да? Да, да, да. Поняли, что это не ваше, да? Да, но в итоге я понял то, что просто я не хочу быть, как некоторые другие офицеры, которые просто, знаете, вот приходят на службу отбыть номер, и я захотел просто взять и уволиться, никому не морочив голову, написал рапорт и заявил о желании уйти. До окончания контракта мне еще четыре года. То есть, да, то есть я разрываю контракт. Я понимаю то, что увольнять меня будут по несоблюдению условий контракта. Это значит то, что я буду обязан выплатить все средства, затраченные как бы на мое обучение. Но вы к этому готовы? Я к этому готов. Я об этом знаю, соответственно. Но почему-то, я не знаю почему, вернее, я догадываюсь почему, уволиться, конечно, офицеру – это всегда большая проблема. Я такой не то, что не один. Таких офицеров, оказавшихся в подобной ситуации, очень и очень много, не один десяток, и не два десятка, и не три. Это гораздо больше. Из армии сейчас не хотят уходить только те, кому некуда идти. Это касается не только офицеров, это касается даже военнослужащих по контракту. То есть рядовых, сержантов, сержантского состава. И как раз-таки не так давно, по-моему, с середины весны, ситуация настолько уже обострилась, что сейчас даже военнослужащих по контракту увольняют только через Москву. Уходит из армии сейчас очень много человек. Мне и намекали то, что, если грубо говоря, шаг право, шаг лево – уголовное дело. И говорили в открытую. Это связано в том числе с тем, чтобы я не делал такие вещи, как вот я сейчас, вот чем я сейчас занимаюсь. То есть предавал всю вот эту ситуацию огласке публичной. К сожалению, других вариантов больше нету просто. Вы молодой человек, вам всего 24 года. Что вы собираетесь сделать, если российская армия вас все-таки отпустит из своих объятий? Какие у вас планы на будущее? Я хочу реализовать себя по своей специальности инженер-дорожник. Я вернусь на свою историческую ордену. Санкт-Петербург, вы имеете в виду, да? Да, да, да. И буду там, ну, по крайней мере, буду стараться расти как профессионал в этом деле. По крайней мере, я буду знать то, что, если у меня получится найти вот эту вот ячейку в обществе, я буду знать то, что я буду работать, и это будет не зря. В отличие от тех же вооруженных сил. Корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова беседовала с офицером российской армии Иваном Колесником о его желании покинуть вооруженные силы. Вы слушаете аналитический дайджест «Время свободы». На прошлой неделе с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М», которая вывела на орбиту модуль MLMU «Наука». Аппарат должен стать важной частью российского сегмента Международной космической станции. Здесь будут проводиться научные эксперименты. Кроме того, в науке оборудована дополнительная каюта для космонавта. Полет аппарата с самого начала проходил со сбоями. Проблемы обнаружили в топливной системе модуля, а также в системе Курс, которая используется для автоматической стыковки. В понедельник от МКС был отстыкован проработавший 20 лет модуль ПИРС. Именно на его место должна встать наука. Отстыковка ПИРСа переносилась дважды, но все-таки состоялась. Это означает, что Центр управления всерьез рассчитывает на успешное завершение миссии. Объясняет член Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ Александр Хохлов. Итак, накануне от Международной космической станции отсоединили модуль ПИРС задержкой в два дня. Значит ли это, что теперь у руководителей полета есть уверенность, что наука все-таки доберется до МКС? Да, скорее всего, поскольку если отстыковать ПИРС и МЛМ, например, не пристыкуется, то российский сегмент лишится одного стыковочного узла для грузовых кораблей и для пилотируемых кораблей. И поэтому, конечно же, процедура полета МЛМ предусматривала, что сначала пройдут все тесты. Если тесты показывают, что модуль благополучно долетит до станции и пристыкуется, тогда давалась бы команда отстыковки ПИРС от станции. Эта задержка как раз связана с тем, что возникли некоторые проблемы, и пока специалисты не разобрались с этими проблемами, они не могли дать разрешение на отстыковку ПИРСа. Александр, ну вот действительно с момента старта на середине прошлой недели МЛМ или модули науки сообщалось о том, что происходят какие-то неполадки в топливной системе, системой Курс. Во-первых, что мы про это знаем? Во-вторых, насколько мы можем быть уверены, что, скажем, топлива хватит все-таки долететь? Ну, мы знаем, что в самом начале полета не включились главные двигатели, маршевые двигатели. И для того, чтобы модуль поднять с орбиты выведения, куда вывела его ракета «Протон», использовали двигатели малые, которые используются для ориентации, причаливания. Насколько нужно было поднять орбиту, иначе торможение в атмосфере привело бы примерно через 2-3 дня к падению модуля на Землю. Если она была в атмосфере, она бы упала непонятно куда. Вот. Соответственно, конечно, эту проблему решили. Но, вероятно, часть топлива, которое находится в топливных баках модуля, непригодна для использования, поскольку смешалась с газом. Там из-за каких-то ошибок, никаких неполадок произошло разрушение мембран между топливом и газом. Вот. Поэтому для стыковки с МКС не так много топлива осталось. Поэтому нужно это сделать с первого раза. А все проблемы с датчиками, с системой Курс, с антенной системы Курс, которые были зафиксированы, и в СМИ об этом сообщалось, они решены. То есть, в принципе, стыковка должна пройти благополучно. Если опять что-то с системой Курс будет не в палатке, то космонавты готовы в телеоператорном режиме принять управление на себя и состыковать модуль с помощью камер, которые на нем стоят, потому что камеры позволяют видеть стыковочный узел и мишени прицеливания. Вот. И ковнавты смогут в ручном режиме модуль пристыковать, как не раз уже бывало с грузовыми кораблями прогресс. Модуль еще осталось лететь по нынешнему плану два дня. Что еще может пойти не так в последний момент, скажем, именно при стыковке? Или стыковка, как вы сказали, так или иначе удастся произвести, даже если Курс не заработает? Сложный момент — это то, что топливо осталось впритык, потому что часть топлива нельзя использовать из-за смешения с газами. Вот это вот самый сложный момент. То есть нужно сделать все с одной попытки, максимально точно. А что может случиться? Ну, все, что угодно может случиться. То есть можно вспомнить, что иногда прогрессы подходили к станции, и какие-то отказы бортового компьютера корабля или системы Курс, они происходили прямо перед стыковкой. Поэтому, конечно, ожидать можно все, что угодно. Именно поэтому все космические корабли и модули, они там дублируются и троируются с точки зрения систем. Поэтому есть резервный телеоператорный режим стыковки. Это нужно именно для того, чтобы принять решение в любой момент. Нештатная ситуация может возникнуть когда угодно. Это непредсказуемо. На то она нештатная. Она возникает, когда ее не ждут. Эксперт по космонавтике Александр Хохлов рассуждал о шансах на успешное окончание полета модуля «Наука». Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Сергей Добрынин. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова